ребят всем привет и извините за качество видео видео надо будет я снимаю на старую камеру потому что моя что-то неисправно сегодня пыталась все утро снять но ничего не получалось поэтому взяла старый телефон он уже не очень хороший камера здесь так себе но хотела быстренько вам рассказать про последние новости в магазине у меня сегодня один выходной среди семи рабочих дней поэтому никогда краситься или там как-то наводить марафет я думаю что вот информация которую я с вами поделюсь она наверное поважнее будет и сегодня постараюсь все это как только сниму выложить на youtube и так что происходит в магазинах последние дни в нашей сети ревгош 2 числа 2 марта мы работали в штатном режиме как обычно ничего такого катастрофического не происходило шли хорошие продажи к 8 марта люди активно покупали ароматы кремы уход не важно все абсолютно всю нашу продукцию но 2 марта уже во второй половине дня стала поступать информация от наших же клиентов о том что повышаются цены в интернет магазинах в литуале в ревгош в интернете уже цены подняли повысили и народ подходил сравнивал цены и покупал активно у нас потому что у нас еще повышение никакого не было цены были обычные продажи были 2 3 4 очень активные для нашего небольшого магазина у нас было около миллиона и более по выручке каждый день 3 числа у нас с утра началась большая переоценка то есть если наши интернет магазины успели это сделать 2 числа то до офлайновых магазинов до наших вся эта новая информация новые цены дошли 3 числа утром 3 числа мы проставили новые ценники на dior на шанель на герлен на живанши повышение там составила на герлен порядка 2 тысяч рублей на шанель порядка 3 3 с половиной тысяч рублей и на бренды dior кстати dior как-то лояльно так по сравнению с другими брендами он повысил цены но не так катастрофически сильно живанши тоже на 30 процентов подняли цены ланком и в сен-лоран нет ланком и армании подняли цены ну порядка там на 500 рублей тоже как-то так довольно спокойно сначала 4 числа это вчера у нас еще был к такой ну хороший для торговли день у нас были акции проходили 4 числа были скидки были желтые ценники довольно много брендов люксовых пошло по минус 40 и по моему dolce габбана даже продавались по минус 50 по акции и народ вчера активно покупал к празднику парфюмерию косметику и уход вчера вечером пришли не какие-то непонятные нам люди оказалось это сотрудники золотого яблока который начали скупать вернее не вышли к нам с предложением максимально купить у нас всю продукцию которая имеется в нашем магазине но мы как магазина розничной торговли мы же не оптовики мы оставляем эту продукцию для наших клиентов ну и опять же для нас потому что если мы продадим всю свою продукцию что мы будем делать в оставшиеся дни до магазин просто закроют потому что непонятная ситуация с поставками и мы останемся без работы мы отказали золотому яблоку они оказывается ходят по сетям и в литуале уже были и вот ходят по нашим ревгошевским сетям вот с предложением как раз скупить всю парфюмерию для того чтобы просто потом стать обладателями вот этого дефицита так как есть информация о том что ну например у корпорации лореаль которая там владеет некоторыми марками да некоторыми такими звездными премиальными брендами люксовыми у них продукции на складах на два-три месяца не больше то есть в свете того что идет активная продажа продукции в свете того что все-таки на носу праздник покупательский спрос высокий и надо просто иметь чем торговать но дело в том что если в одной сети в ревгош в другой сети в летуаль еще в какой-то сети не будет товара и весь товар скумулируется допустим в той же сети магазинов золотое яблоко то вы понимаете да там где дефицит там соответственно что растет спекуляция то есть цены взлетят заоблачно потому что нигде нет а есть только вот в этой парфюмерной микки поэтому наши сети даже вчера промелькнула информация продажи флаконов максимум 12 в руки то есть такое вообще не было но в связи вот с тем что сейчас видите вот это вот такая какая-то подпольная деятельность по скупке ароматов происходит также она происходит не только вот у таких сетей она происходит еще как мы понимаем уже тоже заметили у частных лиц некие частники тоже такие мелкие знаете частники это не то чтобы какие-то крупные сети это как мы поняли какие-то небольшие вот такие оптовички которые также пытаются потом нажиться на ситуации они также пытаются у нас скупить ароматы также предлагают нам выкупить у нас например там всю полку с шанель или что-то еще но у них там поменьше запросы для того чтобы потом на той же юле на том же avid или еще там какие-то торговые площадки также втридорога реализовывается вот этот вот имеющийся в дефиците продукт товар такие вот дела что еще и так сегодня четверо сегодня 5 марта и сегодня я уже там позвонила пообщалась с коллегами из магазина и какая информация на данный момент с утра девочки расставили новые цены цены опять была переоценка опять все грандиозно переоценилась выставили они ценники новые только они успели это сделать пришло распоряжение убрать снова все ценники ценники остались на шанель и где-то там на масс-маркете значит убрать цены ожидаем непонятно чего мы ожидаем то ли нового повышения цен то ли я не знаю что то еще мы ожидаем вот и еще информация еще новость не очень хорошая все обладатели золотых карт теперь потеряли эту способность и продажа продукции у вас будет происходить только по обычной цене то есть всегда при в гоше две цены верхняя цена для стандартных карт или для тех у кого вообще нет никакой карты и нижняя цена она минимальная для обладателей золотых карт теперь все золотые карты отменяются и только одна цена для всех верхняя это не очень приятная новость но пока на данный момент это происходит именно так вторая неприятная новость это исчезли все скидки и акции абсолютно все убрали из магазина ни одной из скидки ни одного желтого ценника в магазине нет поэтому сейчас в свете вот такой вот покупательской способности острой и в свете надвигающегося возможного дефицита убрали все скидки и акции то есть опять же максимальные цены встали в магазине это не так еще заметно пока в масс-маркете но очень заметно в люксе вот это тоже неприятная новость далее из того что мне известно некоторые бренды такие как шанель кортье баленсиаго гуччи эрмес и в сен лоран закрыли приостановили деятельность своих магазинов и бутиков своих точек продаж то есть герлен в том числе то есть ароматы герлен ароматы шанель мы с вами в ближайшее время ну возможно какое-то время не увидим шанель закрыв 17 магазинов просто сказала что из-за неопределенной ситуации она это делает эрмес когда закрыл свои три магазина сейчас он ничего не сказал мы с вами понимаем и так причину этого закрытия но в общем в общей сложности закрылись 124 магазина по россии на неопределенный срок естественно среди наших сотрудников тоже есть волнение потому что никому не выгодно держать сотрудников платить сотрудникам зарплату если . не работает продаж да если нету чем торговать будет ли или не будет непонятно наши фуры не пускает польша и продукт не может продукция попасть в россию на данный момент и вот остается надеяться на то что есть еще пока за запасы на складах да на там складах этих крупных концернов поэтому поэтому все в ожидании все немного волнуются смотрят что будет дальше данный период конечно я надеюсь всегда на лучше я думаю что найдется теоретически он должен найтись этот выхода должны возобновиться поставки продукции просто вопрос действительно если это будут обходные пути насколько дорого будет стоить тогда продукция это первый вопрос и второй вопрос все-таки мы все ожидаем что закончится военные действия и начнется какое-то мирное мирное время мирные переговоры соответственно сотрудничество во всех сферах в областях и соответственно какое-то более менее стабильное состояние наших валют соответственно курса рубля поэтому в данный момент я бы не рекомендовала так как-то усиленно тратить деньги людям кто вот мне спрашивает девочки вы мне пишите в комментариях там стоит ли сейчас если у вас не крайняя ситуация возможно возможно не стоит да это все-таки не лекарство это все-таки не первой необходимости вещи парфюмерия и косметика если конечно последний крем или там что-то еще у кого-то день рождения юбилей конечно ну да конечно конечно наверное стоит купить мы же не теряем с вами зарплату вот прям завтра да поэтому но если крайне необходимость или например пополнять ваши домашние запасы просто впрок но я не знаю стоит ли это делать я бы наверное по придержала деньги вчера я тоже что-то купила успела купить вот на акциях но это было вчера ведь а сегодня все желтые ценники все акции и даже скидки по золотой карте в риф гоши отменены до какого-то дон нет на неопределенное время поэтому вы сдержитесь наверно от каких-то крупных пока может быть рад вот все что я вам хотела сказать давайте смотреть за развитием событий что будет дальше и я постараюсь максимально если я буду в курсе новостей держать вас тоже делиться с вами какими-то новостями которые будут мне известны а сейчас желаю всем хорошего дня хороших выходных и пусть все будут здоровы и всем мирного неба над головой все до следующего включения постараюсь максимально быстро поставить это видео на youtube пока ребят